Минувшую пятницу в администрации города в архиво-хранилище прошла акция «Ночь в архиве». В этот день для всех желающих были проведены экскурсии по архиво-хранилищу. Гости могли ознакомиться с документами по личному составу предприятий и организации города. Здесь хранятся документы по личному составу, то есть за период деятельности человека. Допустим, человек работал в какой-то организации, ему нужно подтвердить для выхода на пенсию свой стаж. Мы берем заявление, идем в хранилище, находим предприятие, в котором он работал. По описи мы ищем те года, которые ему нужны, и уже приказы ищем, делаем выписки из приказов. Есть документы 43-го года. Хоть и говорят, что документы личного состава хранятся только 75 лет, но документы советского периода хранятся постоянно. Так что наша основная задача – это сохранить эти документы. Самый старый в архиве документ – это приказ номер 6 Чувашской строительной конторе от 1929 года. В приказе указан город Чебоксары. Также здесь находятся фотодокументы и печатные здания, такие как «Путь к коммунизму», ныне «Грани», «Родники Чувашии». Здесь представлен архивный фотодокумент из личного фонда и афиши Чувашского государственного театра «Ахром», который действует предокохимик. Гости смогли увидеть и брошюрки с программами Дворца культуры и узнать, какие клубы действовали при нем в советское время. В архиве сохранились и памятки для будущих родителей еще с советских времен. Архивисты ознакомили гостей акции с условиями хранения архивных документов и рассказали, чем занимаются сотрудники архива. «Всех удивляет, что у нас документы не в компьютере. Все приходят и говорят, распечатайте мне справку. Они не знают, что у нас все это на бумаге. У нас никакой документ не оцифрован. Приходится все вручную искать. Мы все это объясняем им. Некоторые удивляются, когда даешь им документы, начинают искать и говорят, как это окажется тяжело». Муниципальный архив города работает с 1966 года и специализируется на документах о личном составе. Их здесь накопилось более 130 тысяч. Ольга Лазарева, Петр Куприянов. Новости Новочебоксарска.